Ну и в начале сентября уже традиционно всех рижан, а также гостей города традиционно приглашают вместе пережить насыщенную яркими впечатлениями бессонную ночь. Бессонную ночь, которая называется Балтанакт или Белая ночь, так ее еще можно назвать. Проходить она будет с 7 по 8 число, 7 по 8 сентября. И для того, чтобы не потеряться в огромном количестве этих мероприятий в рамках Белой ночи, мы пригласили сегодня в гости организаторов этого фестиваля. У нас сегодня в гостях Алиса Цымбалюк и Санита Риббен. Здравствуйте вам. Днем рождения. Ну что ж, спасибо, спасибо вам большое. Мы вам с Андреем Дмитриевым хотим сразу признаться честно. В прошлом году мы снимали замечательный сюжет о Балтанакт и побывали на множестве мероприятий. Наш фаворит остался Клуса Дискотека, Тихая Дискотека. Но там все мероприятия были, ну, крутые, я скажу, крутые. Очень крутые, да. И вот для того, чтобы, ну, их очень много, для того, чтобы в них не потеряться, а я хочу, Алиса, спросить прежде всего у вас. Вот самые главные места, в которые непременно нужно сходить в ночь с 7 на 8 августа, сентября. Да, сентября. Как уже вы говорили, мероприятия, кстати, их будет 53 штуки, то есть очень много мероприятий будет. И как уже вы говорили именно о Тихой Дискотеке, я хочу тоже сказать, что я тоже восхищена. Это правда, я тоже была в прошлом году на этом мероприятии. И чтобы, может быть, зрители тоже знали, то есть это диджей. Три диджея на мероприятии в Национальной библиотеке, что у нас Пардаугова, конечно же, три диджея. Что уже интересно. Три диджея, да. То есть и вам выдают наушники. И у вас есть возможность выбрать одну из трех волн, и вы выбираете, какую музыку вы хотите слышать. И надо сказать, что самое интересное, это, наверное, во время припева песни, когда видно, ну, мы все же хотим подпевать, все же. И мы снимаем, можно снять наушники, и вы можете просто прислушаться, на самом деле, сколько много людей тоже выбрали эту же самую волну. То есть это однозначно самое веселое, тихое, но веселое мероприятие. Одним из, наверняка, фаворитов, вот скажите, может быть, вы помните в 2017 году Луну над парком Кронвальда? Конечно же, Луна, да. Это очень красивая инсталляция. Да, да, очень красивая инсталляция, которая в этом году... Этот же автор, британский автор, привезет инсталляцию, которая будет называться Гайя. И в этом году это будет планета Земля. И он ее делал вместе с НАСА, то есть, наверняка, это будет очень эффектно. Опять будет очень красиво, в том же месте будет висеть эта инсталляция. Санита, вы являетесь организатором мероприятий, которые больше относятся к Таллиннскому кварталу, культурному месту, культурному пространству, которое в последнее время очень сильно развивается и становится очень популярным. Вот расскажите, пожалуйста, что будет в Таллиннском квартале происходить? Вообще, я могу сказать, что вы можете просто прийти к нам и тут и остаться. И больше никуда не хотите. Больше никуда пойти, потому что у нас будет, не знаю, пальцев не хватит, чтобы всех рассчитывать. У нас будет стрит-арт-слам. Это будет такой конкурс, где разные художники из Латвии, Литвии, Эстонии и даже из России тоже, они будут делать искусство на стенах и соревноваться. И самое красивое искусственное произведение получит тоже приз. Это будет происходить всю ночь. Также у нас будут всякие концерты. Карнавал-юс будет у вас в гостях? Этой ночи нет, но в другой раз. Ребята, в другой раз. Академическая музыка, не только академическая, но и современная музыка, тоже у нас будет такие перформансы, где всякие поэты и всякие художники звука будут делать как-то онлайн, в прямом эфире, они будут импровизировать. И мы еще не знаем, что там получится. Мы все будем как-то коавторами. То есть искусство, которое будет рождаться здесь и сейчас. Я понимаю, что очень сложно перескать программу всех 50 мероприятий, но может быть, вот Алиса, вы можете назвать именно места. Парк Кронвелл, Национальная библиотека, куда еще? Где? География перемещения. Трамвай был еще потрясающий. Андрей, помнишь? Наба, радионаба трамвай. В этом году тоже будут два трамвая. И они будут, то есть их идея это напомнить о сказках. И будут, да, два трамвая, и курсировать они будут от Аусиклила, что в центре, до Рижской 45-й средней школы. То есть если кому-то это по дороге, все же трамвай бесплатный в эту ночь, конечно, можно попробовать его. А говоря о местах, это как всегда будет центр города Стария, Рига в Пардогове. Еще, например, женский стендап, он будет в Плявниках и в Зепняк-Каунте. Это немного подальше будет. Так, а тут подробнее, Алиса. Женский стендап. Для жителей Плявников. Да, это будет происходить в культурном пространстве Стропс. То есть их два этих места. И на самом деле, конечно, можно на томашней странице посмотреть подробнее, но эти женщины, каждая профессионал своего дела. Однако, что их связывает, это стендап, это комедия. И наверняка будет очень интересно посмотреть. Последний, буквально последний, очень важный вопрос. Алиса, где можно узнать все-таки подробную информацию? Есть какой-то сайт Болтанакт? Будут какие-то карты раздаваться в городе, чтобы сориентировать наших телезрителей? Есть домашний сайт болтанакт.лв. И, конечно же, как и каждый год, будут информационные центры. Наша главная шатер – это около часа флайма. Там будут буклеты. Обычно у нас есть еще помощники, которые по городу тоже разъезжают на велосипедах и тоже выдают эти буклеты. Мне напоследок остается сказать лишь одно. Я не понимаю, почему этот замечательный фестиваль проводится только одну ночь. 50 мероприятий. Ну, хочется как-то, чтобы уже в нашем городе наступили белые ночи, и чтобы это была не одна ночь. Спасибо вам большое. У нас в гостях были организаторы фестиваля Болтанактс, Алиса Цымбалюк и Санита Рыбина. Благодарю вас. Спасибо. Ну, и тоже один немаловажное дополнение от меня. Все мероприятия абсолютно бесплатные, вход свободный. Так что, пожалуйста, празднуем белые ночи.